Мирзияев Мирзияев 29 марта прибыл в Гиждуванский район Бухарской области. В ходе визита он посетил мавзолей Абдухолика Гиждувани на встрече с имам Хатыбами и поручил создать все необходимые условия для распространения суфистского течения ислама. Об этом сообщает информационное агентство Жахон. «Одно дело узнавать об этом из книг, другое – лично приобщиться, увидеть все воочию. Это место должно стать центром просветительства, дающее людям знания», – отметил президент. Напомним, что в ходе прошлогодней поездки в данный регион Мирзияев подчеркивал о необходимости создания книги о семи пирах, пропаганде их научного наследия, заявив, «такого духовного сокровища больше нигде нет. Необходимо глубоко изучить все связанные с ним сведения и довести их до народа, особенно молодежи, доступным языком. Наша цель – пусть молодое поколение знает и гордится этим наследием», – говорил Мирзияев. Наблюдатели отмечают, что наряду с навязыванием суфизма власти Узбекистана продолжают политику прежнего президента Каримова по подавлению ислама и выдавливанию из общественной жизни всех его атрибутов, из чего становится ясной их истинная цель – формирование в народе искаженного представления о религии, дабы подавить религиозное возрождение и появление у людей политической сознательности. Ряд журналистов и ученых обвинили таджикскую редакцию «Радио Свободы» в предвзятой редакционной политике, которая, как утверждается, строилась в интересах таджикских властей. Согласно заявлению Дейзи Синделар, исполняющей обязанности президента «Радио Свобода» RFIRL, от 25 марта говорится, что за последние несколько месяцев в адрес «Радио Азади» был выдвинут ряд обвинений. В обвинительном заключении говорится, что таджикская служба «Радио Азади» придерживалась проправительственной позиции, а также вмешательстве таджикского государства в процесс принятия редакционных решений. Синделар в своем заявлении отмечает, что в связи с этим «Радио Свобода» инициировала расследование деятельности таджикского офиса. Руководство «Радио Свобода» также заказало независимую внешнюю экспертизу по содержанию редакционных текстов «Азади». 26 марта автор интернет-портала Eurasia.net.org Питер Леонард опубликовал свое расследование о работе «Азади». Он говорил с бывшими и нынешними сотрудниками «Азади» с руководством RFIRL. Согласно мнению Леонарда, старшие редакторы «Азади», работающие в Праге, избегали тем и отвергали статьи, критикующие власти Таджикистана. Также 28 марта на сайте OpenDemocracy.net была опубликована статья, где 22 ученых из европейских и американских вузов подтвердили о предвзятости «Радио Азади» к лидерам таджикской оппозиции и сокрытии истинной картины происходящих в стране событий. 27 марта возле здания посольства России в Бишкеке, накануне визита Путина в Кыргызстан, правоохранительными органами были задержаны два активиста, которые устроили пикет против политики российского президента Владимира Путина. Задержан местный житель Нурлан Карымшаков вместе с супругой. Они пикетировали перед посольством России с лозунгами «Путин – агрессор», «Окупант», «Убийца» и «Нам не нужна военная база». После задержания Нурлана в отношении него возбудили уголовное дело по обвинению в призывах к межнациональной розни. Милиция через экспертов вынесла заключение, что надписи призывают к межнациональной розни и возбудило дело на Карымшакова по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды», сказала правозащитница Рита Карасартова, журналистам настоящего времени. За комментариями по поводу произошедшего корреспондент Хабархо обратился непосредственно к участнику пикета Нурлану Карымшакову. В событии последних 5-6 лет, они, ну даже можно даже сказать, даже с 2008 года, они показывают явную, скажем, сущность этой адресивной политики этого человека. В вторую очередь я хочу сказать о втором плотинах, где было написано «Нет торпедам и бомбам Путина» на Иссекуле. Иссекуле область – это наш родной регион, откуда мы родом, оба, как я и супруга, видели огромную территорию с колючей проволокой, там живут наши обруксники, можно сказать, и они неоднократно выражают свою обеспокоенность испытаниями этих различных видов торпед военного вооружения. Редактор субтитров А.Семкин